Сегодня в православном житии Гомель отбылась значная падея. В Храм Преображения Господнях доставили частинку мощи у Святой Матроны Московской. С места падей наш наступный репортаж. Гомель стал черговым пунктом припынка у следований каучега с частинкой мощи у Святой Матроны Московской по храмах белорусского экзерхата. До праведной молитвенницы и заступницы, як до несгасного светоча, имкнутся верники у радости и у бяди. Перед свою смертью прадракальница сказала «Усе-усе приходьте до мяне и рассказывайте, як живой, про свой смуток. Я буду вас бачить и чуть, и допомагать вам». Галина Сятун прислуживаю в этом храме кольки памятая себе. От прахаджан ей доводится чуть множество дивных историй об допомозе Матроны Московской. Рассказывают, обращались, ездили даже в Москву, не было детишек, тут же появились, поехали благодарить. А тут, видите, у нас, можно сюда прийти и отблагодарить. И рассказывают по болезни, она помогала. Люди простают очередь какую, чтобы только к ней проложиться. Она помогает всем. По вере нашей нам дано будет. Святую старыцу ведают миллионы верников. На Руси ее шануються сабліва. Народилася будучая прадракальница невидущей, але усе ее життё – приклад бескорыстного служения людям, духовный подвиг любови, милосерности и терпливости. Так само, як і прожитці православная Матрона і зараз да помогає людям, падмацовує у веры, сутяшая дає надзію. У народі святую ласкава называють Матронушкай. Яна да помогає отримать тое, што не мела сама, здоровье, материнського счастья і дах над головой. Для мене це событие моєї духовної радості, тому що я знаю із духовної литератури, що Матушка Блаженна Матронушка, она є допомогницей нашою. У мене є дуже хороша подруга, яка любить її дуже, просила її, і вона допомогла купити її дом. Чудо було в тому, што просто був послан помощник, завершенно бескорисний чоловік. Взял за руку її дедок, павел і купив їй то, што вона просила. Мєсце пастаяннага знаходження можчу поважанай у православным свєці святой Пакровські жаночий манастыр у Москві. У Гомільжа у рамках хрестнага хода святыні по приходах беларускага екзархата доставлена частинка можчу Залістінській епархії Русской православной царкви. Пакланіться їй можна до Четвертага Снежня.